К нашему эфиру присоединяется Павел Лакийчук, руководитель военных программ Центра глобалистики «Стратегия-21». Павел, приветствую вас в эфире «Фридом». Добрый день, слава Украине! Героям слава! Павел, вот по поводу Керченского моста. Все-таки вопрос несколько спорный. Безусловно, аналитики, эксперты считают, зачем сейчас на него тратить время и ресурсы, если он и так не используется. Но, с другой стороны, это ведь, возможно, просто тактический ход со стороны оккупантов. И, кто знает, может, в ближайшее время и начнет использоваться. Ну, знаете, я, собственно говоря, не совсем согласен с мнением аналитиков «Осинт-Инфар» и публикации «Индепендент». Действительно, после ряда ударов и диверсий по Керченскому мосту грузопоток, особенно военный, значительно сокращен. Что касается военной составляющей, то исключена перевозка горючих материалов, то есть палывомостыльных материалов горючего и боеприпасов. Что касается перевозки военной техники, она сократилась, но незначительно. У меня нет данных по последнему, за последние недели, но на середину апреля, по крайней мере, в среднем через Керченский мост в обоих направлениях проходили за день 2-3 эшелона военных, в том числе с военной техникой. МТЛБ, бронетранспортеры, машины транспортной группы – это все военная техника. Поэтому сказать о том, что через Керченский мост не перевозятся военные российские – это неправильно. Движение продолжается. Но значительная часть перевозок перенесена на другие варианты. Во-первых, Керченская паромная переправа, Порт Крым, Порт Кавказ, которую в 2017 году после запуска Керченского моста россияне сами же обанкротили, теперь вынуждены ее возобновить. Там часть военных грузов перевозится, часть военных грузов, горюче-смазочные материалы, боеприпасы, снаряды, ракеты перевозятся транспортными вспомогательными судами Черноморского флота и большими десантными кораблями Черноморского флота. Ну, собственно говоря, что мы, собственно, и наблюдали, когда Цезарь Куников и его подобные вспыхивают в море, как свечки, это горят не твиндеки, это горит груз, взрывается, который они перевозят. Вот такая ситуация. Да, с Плетенчуком согласен, наиболее срочные грузы перебрасываются, и важные грузы перебрасываются воздушным путем. Военно-транспортная авиация преимущество на аэропорт Симферополь, на другие военные аэробомы в Крыму, которые тоже ждут прилет, некоторые уже были. Ну, и что касается сухопутного коридора, так называемого, ну, первое, это Таврида-2, так называемая, дорога от Таганрога, от Ростова-Таганрога по югу Украины в сторону Крыма. Она давно рекомендуется российским оккупационным руководством для перевозчиков, гражданских перевозчиков в Крым, как основной маршрут, ну, популярностью она не пользуется. Вы поймите правильно, что, во-первых, это в зоне боевых действий, и, ну, когда фуры по одной дороге ездят вместе с танками навстречу движущимися, то ДТП в таких случаях, ну, имеют весьма плачевные результаты. Кроме того, эта дорога пребывает в зоне воздействия вооруженных сил Украины, ахниевого воздействия. Строительство железнодорожной ветки и, опять же, от Таганрога через Кальниумеус мост построен, прокинута ветка железной дороги до Мариуполя, неэлектрифицированной. И, по большому счету, строительство продолжается. Она еще не... по ней не... ну, основные грузы не перебрасываются, пока военная, в Крым. Ну, и на юг Украины, собственно говоря, Крым — это такой логистический узел для группировки сил противника на юге Украины. Но уже такая возможность есть. Тем не менее, ну, достать до этой дороги гораздо легче, чем до Керченского моста. И как только будет такая возможность, мы услышим об громкой бавовне не только в Джанкуе, но и где-то поближе. Насколько вообще реально уничтожить большую часть логистики, которая... уничтожение, которое в дальнейшем поможет увеличить, расширить плацдарм украинских защитников в Херсонской области? Это что? Зловая станция Джанкуе, это вот эти вот мосты через реки, которые ЖД снабжают. Ну, это, собственно, сам Керченский мост. Что еще есть такого важного есть для российских оккупантов, что, ну, стоит хотя бы нарушить для того, чтобы наши защитники, как я уже сказала, в Херсонской области могли себя чувствовать, ну, гораздо комфортнее? Ну, действительно, маршрут, логистический маршрут через Юг, через Крым, такой довольно корявый для россиян и имеет много уязвимых участков. Первый, это, безусловно, Керченский мост. Это гидротехническое сооружение наши военные внимательно изучают, консультируются с инженерами, гидрологами, которые, в общем-то, уже определили наиболее уязвимые места этой конструкции с учетом того, как она создавалась на, ну, да, довольно сложном участке морского дна. И там некоторые публикации западных СМИ есть о том, что Керченский мост будет очень тяжело поразить. Ну, посмотрим. Я думаю, что ЗСУ продемонстрируют рано или поздно, что ничего невозможного для них нет. Далее железная дорога, в отличие от автомобильной Тавриды, которая движется через центральную часть Крыма до Симферополя-Севастополя, железная дорога, она переходит в ту железку, которую устроили при Советском Союзе, которая соединяла Крым с материком. И основным входом в железнодорожную был все-таки переправы, Чангары-Перекоп. И основным хабом железнодорожным был Джанкой. На Джанкой расходились дороги на юг, на Симферополь, на Севастополь, на восток, на Феодосию и Керчь. Вот поэтому... А назад-то получается из Керчи и Феодосии нужно двигаться в сторону на север до Джанкоя и потом опять на юг, к Симферополю. То есть Джанкой, как узел, есть наиболее уязвимым железнодорожным узлом. Во-первых, это обеспечение Крыма противникам. Во-вторых, это и маршруты на север, на Херсонскую область. Кроме железной дороги, основными такими местами, по которым должны наноситься удары для нарушения логистики, это аэродромы, в том числе не только большие аэродромы, Бельбек, Севастополь, куда осуществляется основной трафик российских транспортных самолетов, Бельбек, Кача, аэропорт Симферополя, который практически используется как военный аэродром, Гвардейская, на Гвардейской Осаке уже прилетала неоднократно, и, видимо, удары по этим аэродромам будут продолжаться. Ну и третья составляющая, это нужно усложнить, по крайней мере, строительство железной дороги вдоль Азовского моря. Эту задачу решить на самом деле проще, чем наносить удары по железной дороге в Крыму, потому что... Ну, железная дорога ведь достаточно быстро восстанавливается, поэтому вот в этом тоже вопрос. И по поводу вот этой ветки вдоль Азовского моря, они ведь ее еще не электрифицировали, насколько я знаю. Ну, я думаю, они не будут ее электрифицировать. Понимаете, электрификация — это благо гражданского времени. Вот, когда электрификация — это хорошо в мирное время, в военное время — это лишний геморок. То есть им это не нужно на данном этапе? Ну, это значит, электрификация — это увеличение уязвимых точек. То есть линейные трансформаторные подстанции становятся точкой ударов для остановки движения. Другое электрооборудование железной дороги становится ключом, который вот так, хоп, выключил, и дальше поезда не едут. Поэтому на дизельной тяге ее использовать и проще, и быстрее. Ну, и такой военный вариант временной железки. Тем не менее, достать можно их и в этом случае. Ну, тут, наверное, самый уязвимый участок — это мост через Кальмиус, как любое мостовое перекрытие. Ну, и узловые станции, в данном случае будет Мариуполь, скорее всего. Вот, и будем смотреть там в сторону Волновахи, ветка будет или нет. По мере строительства будет более очевидно, по каким ключевым узловым объектам необходимо наносить удары для максимально эффективного обрубания вражеской логистики. Павел, благодарю вас за то, что вы присоединились к нашему эфиру. Знаете ли, дизельное снабжение этих поездов, которые транспортируют технику, ну, возможно, хотелось бы чаще передавать привет и нефтеперерабатывающим заводам, к примеру. Благодарю вас еще раз за то, что вы были с нами в эфире «Фридом». Павел Акичук, руководитель военных программ Центра глобалистики «Стратегия-21», был с нами на связи. Вся правда о войне России против Украины. Узнавайте оперативные новости первыми в телеграм-канале «Фридом». «Фридом» – только то, что действительно важно знать. Подписывайтесь, ссылка в описании.